Ну что ж, коллеги, всем добрый день. Начинаем потихоньку. Тема нашего сегодняшнего семинара – это новый рендер Arnold, который появился 17-й версии мая, и который становится теперь таким флагманским рендером Autodesk по всем практическим продуктам, которые так иначе относятся к трикмерному моделингу. Arnold теперь будет добавляться и очень активно, посеместно использоваться. Ну, на самом деле, многие пользователи Autodesk продуктов, которые достаточно давно с этим набором программ работают, не очень в восторге от такой замены Arnoldом Mentoraya, но, тем не менее, соответственно, сам серендер отличный. По крайней мере, в мае он работает совершенно замечательно. Я думаю, что пересесть того же самого Mentoraya на Arnold получится очень легко и достаточно просто. К тому же, Arnold здесь очень много плюшек приятных, полезных, которые действительно в том же самом Mentoraya отсутствуют, и в отдельных ситуациях Arnold даже будет давать существенные два графа скорости рендерения. Поэтому, конечно, достойный рендер, и как раз мы сегодня с вами вкратце про этот рендер поговорим. Итак, поговорим мы сегодня с вами про основные визуализации, которые в мае используются вообще. Мае на самом деле очень старая древняя программа, которая работает в трюкминерной графике. Из-за свой многолетний опыт работы есть очень много разных способов, с помощью которых в мае считались сцены в плане света. Поговорим про все основные модули, которые так или иначе работают. Поговорим более подробно уже про Arnold непосредственно по нашу тему семинара. Посмотрим, каким образом в Arnold работа и свет, каким образом Arnold строится материал. Поговорим про всякие хитрые особенности, с которыми возможно отменить в дальнейшем при работе с тем самым лампочками арнольдовскими. Обязательно поговорим про то, как стоит дело с рендерной анимацией в Arnold. Ну и, соответственно, в конце скажем пару слов заключительных по поводу того, стоит ли не стоит, и вообще, что с Arnold можно в итоге в Autodesk продуктах делать. Итак, чтобы мы с вами немножко представляли себе, с чем при этом столкнуться, вообще все рендеры, которые так или иначе используются в трехмерных программах, они делятся на две большие категории. Есть варианты рендеров, которые обычно называются по-русски субъективными или настраиваемыми рендерами. По-английски называются Biaset-рендеры. Рендеры, которые считают сцену отдельно по различным компонентам, которые вы задаете в настройках рендера. Ну, типа, если говорить про разнообразный рендер наподобие Mentor, V-Ray, считаясь, например, тот же самый Global Unnation отдельно, считается отдельно каустика, и потом все это аккуратно складывается, получается некая итоговая цветная картинка. Способ рендер, который очень активно используется целым рядом рендеров, достаточно успешных и известных, плюс таких вариантов рендера, они достаточно быстрые из-за того, что у них есть разнообразные математические алгоритмы, которые позволяют так или иначе ускорять и убыстрять процесс просчета того же самого рассеянного освещения. Рендеры считают очень быстро и хорошо. Минус в том, что эти рендеры не совсем физичные, то есть вы при расчете света с помощью этих рендеров делаете какие-то предположения, какие-то предпосылки, делаете какие-то те же самые выборки разнообразных точек, которые рассчитывают с помощью каких-то математических алгоритмов или статистических каких-то алгоритмов. И картинка, конечно, получает не совсем физически достоверное. То есть достаточно быстро, но не совсем правильно с точки зрения физики. Есть вторая категория рендера, в которой называется объективный рендер или unbiased рендеры, если говорить про английские технологии. Когда изображение считается сразу все целиком, без каких-либо отдельных этапов просчета, вы нажимаете на рендер, и вам сразу начинают считать все сразу. Все компоненты вашего изображения, которые задали в настройках вашего рендера, и в итоге качество вашей картинки будет зависеть только от времени, которое вы затратите на это рендере. Мало времени, картинка получена достаточно качественно. Как правило, все эти рендеры объективные решают тем, что при недоставшем времени просчета у вас будут получаться всякие такие шумы некрасивые. Если подождать подольше, у вас будет получаться достаточно красивая и аккуратная картинка. Плюс этого рендера главный, он физически корректный. То есть у вас получается изображение почти как в реальной жизни. Свет рассчитывается по законам максимально приближенным к законам распространения света нашей реальной жизни. Картинка получает очень правильно с точки зрения физики. Минус, как правило, этот рендер достаточно долгий, требует большего времени в плане просчета в большинстве случаев, нежели рендеры субъективные. Даже если рендер поддерживает работу с видеокарточкой, равно, соответственно, рендеры субъективно работают, вводя на ситуацию, побыстрее, то картинка получается абсолютно правильно достоверная. Еще такой плюс рендеров объективных – это то, что вы при настройке самой визуализации будете использовать минимум параметров. То есть в отличие от тех самых рендеров типа Interray, типа V-Ray, где вам, чтобы получить изображение достоверное, приходится очень много всяких разных хитрых параметров настраивать, разнообразная оптимизация, настройки разнообразных алгоритмов, с помощью которых считается тоже самый рассеянный свет. В случае с рендером объективным, фактически вы там будете определять два, максимум три параметра основных, которые влияют на качество картинки, и у вас сразу будет получаться замечательное изображение. Условно говоря, настроили материалы, поставили правильно свет, нажали на кнопку рендера, у вас будет получаться уже правильно с точки зрения физики картинка. Правда, придется подождать немножко, но изображение будет получаться замечательно. Есть очень много известных и очень активных использующих рендеров и как объективных, и как необъективных. Но если говорить про рендеры, которые субъективные, конечно, в плане Maya один из самых известных рендеров – это рендер, который называется Renderman. Один из старейших рендеров очень долго работает в комплекте с Maya, наверное, один из самых первых рендеров под Maya, который появился в свое время и который действительно уже позволял рассчитывать изображение для того же самого кино. Очень правильно, красиво и хорошо. И по-прежнему он очень активно используется в производстве. Очень много проектов киношных последний рейм создавалось именно основе этого рендера. То есть, в принципе, все очень замечательно хорошо работает. Конечно, Mentoray без него никак. Тоже один из старейших рендеров. Достаточно давно он же появился в качестве, появлялся в качестве встроенного рендера и в Maya, и в 3D Max. Но вот начиная с 18-й версии Maya, от него отказались как от встроенного рендера. И теперь он на замену пришел как раз в интернет. Но тоже очень активно используется рендер. Возможно, целиком полностью киношные проекты на основе Mentoray не считались, но он очень много засветился в отдельных сценах, в отдельных эффектах. То есть тоже, в принципе, достойный рендер. Ну и, конечно, один из самых популярных рендеров в настоящее время – это Vira. Совершенно замечают работы для интерьерности архитектурных сцен. Он по-прежнему, наверное, самый быстрый рендер для просчета тех самих интерьеров. Но он очень активно используется для кино. То есть тоже очень много известных проектов киношных сделан на основе Vira и Vira. И тоже все очень замечательно получается. Ну и рендеры, которые объективные. Один старейший из них – это Maxwell Render. Возможно, не очень известен в области кинопроизводства, но тем не менее для расчета сцен интерьерных отлично совершенно работает. Набравший в последнее время большущую популярность – это Corona Render. Очень сильно особенно его любят и хвалят интерьерщики из-за того, что у него есть очень много инструментов постобработки картинки. То есть получаете изображение отрендерное, и уже потом над ним можно будет всяческим образом издеваться и получить большущую свободу в плане настройки разнообразных постэффектов. Это Max-овский iRay, который постепенно развивается. Я думаю, что в итоге, в конечном итоге, что-то такое толково выйдет. Не написал я, но тем не менее, также к объективным рендерам относится тоже относительно новый рендер, который в Трендмаксе называется Art Render. Тоже сейчас очень популярный рендер ввиду достаточно простоты настроек и достаточно симпатичной картине, которая у него будет получаться. Ну и, конечно, Арнольд. Очень известный рендер в кинопроизводстве. До того, как он стал рендером, встроенным в Трендмакс и в Майд, то, как его Autodesk, компания, которая производит этот рендер, купила, засветился в очень многих проектах. То есть, в принципе, все очень тоже у него замечательно получается с точки зрения фильмографии. Также можно будет отметить среди визуализаций, которые относятся к рендерам объективным. Это замечательная программа, которая называется K-Shot. Ее очень сильно все любят ввиду простоты и скорости рендеринга. Но особенно сейчас она популярна, эта программа, ввиду появившейся в последних версиях ZBrush, связки ZBrush с этой программой. То есть очень часто пользователи, которые работают в ZBrush, как раз K-Shot использовали для получения своей красивой итоговой картинки. То есть разнообразие по-прежнему достаточно большое и в субъективных и объективных рендерах. Но, в принципе, ввиду того, что сейчас мощности компьютеров очень сильно вырастают, железо становится все мощнее и мощнее, и уже фактически дома у каждого человека, человек, который так или иначе занимается компьютер-графикой, стоит достаточно мощная машина. Все больше и больше пользователей приходят на рендеры объективные, потому что, в принципе, не хочется долго танцевать с бубном, настраивать разнообразные свойства рендеров, разнообразные логаритмы, их параметры. А хочется поставить лампочку, поставить объекты, применить к объекту материала, нажать на кнопку рендера и сразу получить достаточно адекватную картинку с кайп путем и долгого просчета. Поэтому, конечно, я думаю, что в будущем рендеры, которые объективные, они, наверное, будут приобретать все больше и больше популярность из-за того, что все-таки это действительно правильные, физически достоверные рендеры. Ну и как раз Арнольд, тема нашего сегодняшнего семинара, это рендер, который относится именно к этим объективным визуализаторам. Итак, у Арнольда достаточно большая история. В свое время была работа компанией, которая называется Solid Angle. У компании очень активно прошлое, то есть достаточно активно она работала с этим рендером и до появления этого визуализатора в списке встроенных визуализаторов в Тодеск-продуктах успела где засветиться во многих киношных и видеопроектах. В 2016 году она была приобретена компанией Тодеск, и с этого момента этот рендер становится рендером встроенным в Тодеск-продукты. Сейчас это 3D Max, сейчас это Maya, я думаю, что в дальнейшем и в другие трехмерные программы так или иначе будут какие-то элементы от движка встраиваться. По факту, помимо этого, есть этот рендер в виде дополнительных плагинов и по другие трехмерные программы, то есть фактически вся трехмерная графика так или иначе может этот рендер использовать в своей работе, это на самом деле очень прикольно. Этот рендер стал заменой Ментарею, если вдруг все-таки у вас остается какие-то теплые чувства к этому визуализатору, его по-прежнему можно будет скачать на сайт компании NVIDIA, поставить его как дополнительный модуль по той же самому Maya, по той же самому 3D Max, и также замечательно пользоваться. Но я думаю, что в принципе Арнольд более чем достойный замены Ментарею, я думаю, что в дальнейшем смело на него можно будет перейти без какого-либо дискомфорта. Этот рендер относительно молодой, он использует последние алгоритмы для просчета сцен, поэтому, конечно, в плане скорости у него все хорошо, и даже, например, сравнивая с самым 3D Max рендером, который Art Render, работает Арнольд быстрее. То есть это на самом деле тоже очень прикольно. Картинка просчитывается очень быстро, то есть в принципе один из самых больших плюсов Арнольда это то, что изображения футуристичные считаются, наверное, в настоящее время быстрее всех объективных рендеров. Сам по себе рендер обладает очень гибкими настройками, помимо того, что можно получать картинки футуристичные, можно еще получать всякие разные интересные стилитические оформленные изображения. Есть очень много разнообразных способов, с помощью которых можно будет добавлять какие-то нефизические, искусственные художественные эффекты и к материалам, и к лампочкам, то есть в принципе в плане получения только картинки рендеринга у вас будет очень большой выбор разнообразных настроек, и очень много чего будет разнообразно. Рендер, как говорил, этот может использоваться практически во всех трехмерных программах, если не в виде встроенного рендера, как в деск продукт, так в виде дополнительного устанавливания рендера. Это на самом деле прикольно, потому что научишься работать с Arnold в мае, вы спокойно сможете перейти в тот же самый 3D Max, в тот же самый Cinema, и с тем же самым Arnold также будет замечательно работать. Практически все настройки интерфейса будут оставаться без изменений, это тоже очень-очень прикольно. Ввиду того, что рендер достаточно молодой, и фактически это сейчас вторая версия мая, в которой он появляется, у него есть ряд попрежних достатков в плане визуализации, но одни из самых таких, на мой взгляд, критичных, это то, что пока что этот рендер не умеет просчитывать так называемый эффект акаустики. Эффекты световые, которые возникают при отражении или преломлении света в разнообразных и веленных поверхностях. То есть там можно будет так или иначе фейково это все имитировать, но честная акаустика, которая считается в тот же самый Mentor Ray, например, фотонами, пока что в Arnold отсутствует напрямую. Думаю, что рано или поздно все это тоже появится, но пока что акаустики нет. Ну и еще один из минусов. Нет возможности пока что напрямую рендерить изображение в текстуре. То есть в отдельных ситуациях это бывает тоже достаточно критично. Тоже ждем следующий апдейт, следующее обновление. Думаю тоже, что это скоро совсем починить. То есть если вдруг для вас такие вот моменты будут критичные, если вдруг работают с какими-то ювелирными изделиями, где каустика наиболее дают такие замечательные эффекты, то может быть пока что Arnold использовать вам будет рановато. Но во всех странах ситуациях рендер замечательный и в принципе считает сцену любую трехмерную. Как уже отмечалось, этот рендер у нас с вами объективный. Он работает реально на физических законах. Все, что происходит в плане расчета света, происходит максимально приближенно, как на самом деле жизни. Поэтому в результате у вас будет получаться картинка более адекватная, более реалистично выглядящая, практически отличающаяся от реальных фотографий. Это на самом деле очень прикольно. Технология, которая используется рендером для просчета света, она называется BruteForce. Технология достаточно старая. Это когда каждый пиксель вашего изображения просчитывается честно в реальном времени. Старые технологии, BruteForce, они, как правило, страдали очень большим временем просчета. Но в Arnold используется оптимизированный алгоритм этого самого BruteForce, и он действительно реально работает быстрее. То есть если сравнивать, например, с его самым арт-рендером Тедмаксовским, Arnold в мае работает намного быстрее. В принципе, само название Arnold, как не скрывают разработчики этого рендера, это в честь Arnold Schwarzenegger, то есть типа BruteForce, грубой силой, соответственно, назвали рендер Arnold. Свет просчитывается правильно с точки зрения физики. Все, что касается света, просчета прямого освещения, отраженного света, работает по принципу закона обратных квадратов, то есть все, что как-то нас с вами в реальной жизни происходит. Та же все считается в Arnold. Естественно, все это можно будет настроить в случае необходимости, можно будет другие режимы того же самого стухания света выставлять, но по умолчанию все работает именно по принципу квадратичного стухания. То есть ничего не нужно будет нас с вами настраивать изначально, если вы хотите получить картину, как в реальной жизни, ставить лампочку, и она фактически будет светить нас с вами, как в реальной жизни. Это тоже очень прикольно. Несмотря на простоту настроек, все параметры в Arnold очень гибко позволяют контролировать итоговый результат сцены, можно будет настраивать глобальные параметры, определять полностью все параметры сцены, можно будет у каждой лампочки настраивать какие-то определенные свойства, и также определять очень много итоговых эффектов, или вкладывать лампочки в освещение итогового изображения. То есть в принципе, плане настроек, все очень хорошо, как глобально, так и локально, и в свойствах материала, в свойствах ламп, есть очень много разнообразных настроек, которые сильно будут влиять на итоговую картинку. Ну и как же говорил, есть возможность получения разнообразных художественных эффектов при визуализации, то есть немножко можно будет отойти от строгой физики, и соответственно, уже можно будет получать какие-то стилистически оформленные изображения. Тоже все очень прикольно, хорошо будет получаться. Если вы уже работали с фотоэстическими рендерами, с любым из них, с метареем, с лиреем, то перейти на R0 будет достаточно просто. Система лампочек, система настройки освещения очень будет похожа, естественно, на остальные фотоэристические рендеры. Если говорить про наши источники света, то примерно все таким вот образом будет у нас с вами выглядеть. Начнем с чего-то такого несложного. Будет сделана обычная плоскость, которая сейчас у нас с вами будет наш лампочек освещать. Ну и в нашем распоряжении есть меню, которое называется R0. Все абсолютно касаемо этого визуализатора. Именно здесь у нас с вами будет получаться. Есть у нас с вами специальная пленюшка, которая называется LICE. Как вы видите, источники света, которые именно арнольдовские, их не очень много, но в принципе все абсолютно варианты освещения, которые могут потребоваться как в интерьерном, так и в остыненном свете, здесь у нас с вами так или иначе будут присутствовать. Есть, например, классическая лампочка, которая называется Area Light. Такая у нас с вами замечательно будет получаться. Стандартная источка света со стрелкой показывает направление освещения. Естественно, эту лампочку можно будет нас с вами перевернуть, поставить ее в нужное направление. Естественно, сама лампочка может нас с вами увеличить в размере. Все стандартно, совершенно, как практически во всех визуализаторах, так или иначе работающие с фетеристическим освещением. Один из самых больших плюсов Арнольда по сравнению с другими вариантами рендера, которые были до этого в мае, у него появился замечательный превьюшный вариант работы, пожалуй, самый лучший из того, что было до этого в мае. В самом менюшке Арнольд можно будет найти замечательное окно, называющееся Render View, которое позволяет нас с вами в реальном времени видеть все, что на самом на сцене будет непосредственно получаться. Сейчас масштаб сделаю чуть поменьше, чтобы все у нас было хорошо видно. Ну, изначально все у нас с вами будет достаточно темно и мрачно, но тем не менее, если я свою лампочку выделяю, то можно будет тоже самое интенсивность моей лампочки поставить побольше, и уже какое-то пятнышко света у нас с вами будет непосредственно получаться. Первый момент, которого не было в том же самом интеррее, по умолчанию лампы у нас с вами работают в режиме, который называется Normalize. Замечательный режим работы, который, в принципе, позволяет нам с вами при достаточно одинаковом уровне освещения, в зависимости от размера нашей лампы, достаточно интересно управлять яркостью, чем лампочка будет у нас с вами больше, тем, соответственно, света она будет с вами, на самом итоге, меньше. На самом деле, не всегда такой режим будет у нас с вами удобнее работе, практически всегда мы эту галку будем выключать, и тогда сам характер освещения нас с вами будет приближен достаточно неплохо к реальности. То есть даже при стартовой яркости в единичку у нас с вами будет получать достаточно неплохое освещение. Ну, а если еще и посмотреть внимательно, помимо яркости нашей лампы, появляется классическая экспозиция, которая также позволяет нас с вами очень неплохо управлять яркостью нашей лампочки. И уже все очень так неплохо и интересно с вами будет освещаться. То есть, как видите, все работает достаточно резво, даже несмотря на то, что машины у нас здесь не очень быстрые, все очень неплохо у нас сами считается. Возвращаясь к нашей лампе, помимо базовых настроек наподобие яркости, можно будет еще и менять форму нашей лампы, тоже стандартная настройка, помимо нашей прямогольной лампочки, ее можно будет сделать и в виде диска, и в виде цилиндра в случае необходимости. Здесь сразу на экране все будет по-разному просчитываться. Ну и есть всякие разные хитрые настройки, которые позволяют нас с вами добавлять какие-то не совсем физические параметры освещения. Есть во всех лампочках обновленческий замечательный раздел, который называется Light Filters, с помощью которого можно будет добавлять те же самые режимы сухая, например. Давайте чуть посложнее мы с вами знаем геометрию, чтобы было понятнее, что будет получаться в итоге. Что-то типа такого, например. Тоже сделаю некую основу для его замечательного колодца. Также вешаю нашу лампу Area, сделаю ее побольше, также ее поверну горизонтально и поставлю на своим колодцем. Ну и сразу нашу галку Normalize убираю, чтобы у меня уже лампочка работала в нормальном режиме. Ну и в итоге сразу такая вот картинка у нас с вами будет получаться. Если я сделаю свое изображение чуть большего, извините, если я сделаю свою лампочку чуть большего размера, просто путем по высоте, естественно, свет она уже будет нас с вами спускать в большем объеме и картинка освещенности нас с вами будет уже меняться. Такое будет нас с вами уже выходить. Можно будет искусств, например, немножко с помощью нашей экспозиции яркость нашей лампочки сделать побольше. У нас будет получаться такая достаточно симпатичная картинка освещения нашего объекта. В такой случай необходимости можно будет добавить, например, в нашу лампу один из так называемых фильтров. В свойствах любой нашей арной с лампочкой есть раздел, называющий Light Filters. Можно будет добавить, например, Light Decay. То, что обычно называется в 3D Max с затуханием света. У нас с вами будут сразу появляться дополнительные настройки в этом Light Decay, с помощью которых можно будет, например, определить границу, дальнюю границу освещенности и задать, что наша лампочка будет светить не бесконечно, а до какого-то предела. То есть можно будет, например, искусственно ограничить освещение нашей лампочки, только какой-то часть нашей сцены и тоже получать разнообразные по результату настройки. освещение итоговой картинки. Можно будет какие-то такие нефизичные вещи добавлять на сами свойства нашей лампы тоже, но еще забавно и интересно можно будет на сами же нас на это сделать. Есть у нас с вами помимо лампочки Area, тоже стандартная лампа, которая называется Photometric Light. Классическая фотометрическая лампа. Таким вот образом она у нас с вами выглядит. Сейчас чуть-чуть побольше я ее сделаю. В свойствах этой лампы на сами сразу предлагают загрузить фотометрический файл. При загрузке нашего файла лампа сразу начинает работать по образцу фотометрии, который там файл на сами хранится. Ну и если сделать радиус конуса нашей лампы чуть-чуть побольше, то соответственно уже характер освещения у нас с вами будет меняться. Только можно будет еще интенсивно чуть-чуть сделать побольше. Да, дабыл галочку Normalize убрать. Ну и угол нашей лампы можно будет на сами увеличивать, делать его побольше. Яркс еще можно будет сделать побольше. У нас колорец достаточно большой. Такое вот на сами уже фотометрическое будет получаться. То есть также можно уже в разнообразных тренировных сценах фотометрии спокойно используют, который сам Тренинмакс тоже в плане интерьера все у нас с вами отлично будет входить. Если говорить про какие-то источники света глобальные, типа физического какого-то освещения, а-ля Physical Sky из Mentorray, например, то также во многом на сами присутствуют лампочки, которые относятся к такому варианту освещения. Есть, например, SkyDome. Классический купол, который освещает на сами всю нашу сцену светом падающим с такого вот нашего неба. Сам все SkyDome у нас с вами представляют собой вполне реальный объект. И вот также можно будет в случае необходимости для удобства делать больше и меньше. Никак это, правда, не будет сказываться на итогах освещения, но тем не менее для удобства иногда бывает полезно сделать чуть больше по размеру, нежели наши объекты. Ну и чтобы все получалось более интересно и более красиво, естественно, можно будет на наш купол небесный вешать растровую картинку. Что-нибудь наподобие идеального изображения. Причем в плане работы именно с текстурами очень хорошо, что в 18-й версии они сделали, наконец, автоматический выбор социального пространства, в котором ваш картинка работает. У нас с вами это XSR-овский файл, и поэтому сразу нам в качестве социального пространства выбирают RAW-формат. Ну и уже такое вот наше изображение будет получаться. Если посмотреть все это на нашем превьюшном окошке, то получается будет достаточно интересное изображение. Если добавить еще и правильные материалы, с помощью которых можно будет наш объект текстурировать, то совсем интересные картинки можно будет получать. Например, если сравнить с тем же самым интерреем, есть в нем замечательный материал, с помощью которого можно будет наш объект делать невидимый, но оставить эти объекты восприимчивые к эффектам освещения на подобии тени. Есть подобные материалы и в Арнольде. Можно будет с вами выбрать специальный тип материала, который так и называется Shadow Mate. Материал, который позволяет сделать сам объект невидимый, но разнообразный настрой, касающийся нашего освещения, этот объект нас с вами будет по-прежнему воспринимать. И уже на фоне нашего изображения окружения наша картинка будет непосредственно оставаться. Правда, если вглядываться в наше изображение, то можно будет все равно заметить, что оно у нас с вами такое пиксельное будет получаться, чем как раз, ну, не то чтобы болеет, что характерно как раз для рендеров, которые которые нас сами делают объективную картинку. Но, как я уже говорил, сами все настройки самого рендера, они очень несложные. Если мы с вами забираемся в настройки визуализации в мае, то можно будет непосредственно увидеть во вкладочке с настройками Арнольда. Две основные настройки, которые определяют качество нашей картинки. Классическая настройка антилейзинга, что здесь называется камера AA. Если сделать этот настройок совсем отрицательной, у нас картинка будет получаться страшно пиксельная. Если сделать этот настройок чуть побольше, контур нашего объекта будет получаться более чистый, более аккуратный. Ну и вторая настройка, называющаяся diffuse. Она как раз отвечает на самим качеством просчета наших эффектов освещения. Достаточно сделать этот настройок чуть побольше. Ну, как правило, параметра 3 в этом настройке хватает для того, чтобы получить изображение достаточно плохого качества. Ну, естественно, настройку можно будет сделать побольше, 6, например. Считаться все будет подольше, конечно. Ну, и связаться на самим так или иначе будет пропадать. То есть просчитываю сейчас все это будет немножко подольше. Ну, и в итоге картинка будет получаться на самим более аккуратной и более чистой. Примерно такая же настройка есть на самим в свойствах любого источника освещения, в частности, если выбрать наш купол небесный с нашей фоновой картинкой. Там тоже есть параметр, называющий sample, который определяет на самим качество расчета освещения от этого нашего объекта. Если мы с вами сделали наш параметр diffuse побольше, то и, собственно, эту настройку тоже можно будет сделать чуть побольше, что уже у нас с вами картинка совсем получалась замечательная и симпатичная. То есть по факту две настройки в свойствах нашего рендера уже на самом деле будут определять качество итогового изображения. Ну, помимо этого, как вы видите, здесь есть и настройки, которые касаются просчета разнообразных стих отражений, настройки subsurface-каттеринга и прочих всяких свойств стандартных, то есть примерно в том же самом ключе. Чем больше этот параметр будет на самом деле, тем соответствующая группа настроек у нас, тем соответствующий эффект рендеринга будет на самом деле лучше считаться. С материалами тоже все достаточно интересно на самом деле обстоит, ну, в том плане, что тоже ничего особенно нового в плане каких-то базовых свойств ваших материалов вы не увидите. Если вы захочете, например, это, может, замечать, колои стекстурировать, то наше окошко гипершейда, стандарт классический редактор материалов Майя. Давайте я тормозну просчет в нашем окне рендер-вью. А то чуть-чуть потормаживает уже у нас наша машина. Давай, не засыпай. Сейчас, оживет. Чуть маловато память у нас на этой машине, поэтому немножко он замирает. Вот наша группа арнольдовских материалов, вот наши материалы стандартно-арнольдовские, ну и наш материал, который называется Standard Surface. Очень многие свойства, которые встречаются в других материалах, в том же моменте, например, в V-Ray, здесь так или иначе будут дублироваться. Ну, правда, если открыть нам с вами все свойства нашего материала, их, конечно, будет чуть побольше. Но, большинство, конечно, они не часто будут нас с вами использоваться. Ну, и стандартная файловая нода. Могу загрузить в нее соответствующую текстуру. Ну, и как обычно, цвет на наш Base Color получает замечательный материал, который можно будет сразу нашему колодцу присвоить. Оп, sorry, моя ошибка, не выделил объект. Ну, будет на самом текстурной. Ну, и в самом окошке рендера, здесь картинка у нас с вами поменяется. Все, естественно, получается. Все базовые свойства, так или иначе, у нас с вами присутствуют, в свойствах нашего арнольдовского материала. Если захочется сделать какие-то интересные неровности, то можно будет загрузить еще один файл. Выбрать те же самые нормали. Их уже также на карту нормалей можно будет их с вами перетащить. На самом деле, какие-то неровности будут интересны от этой карты непосредственно появляться. Ну, и здесь сразу вы столкнетесь с еще одной очень важной особенностью рендеринга арнольдовского. Если вы используете какую-либо текстуру в первый раз, то автоматически при использовании этой текстуры на вашей сцене они преобразовываются в специальные файлы с расширением TX. Чтобы каждый раз не просчитывать заново текстуру, которая у вас будет получаться, создаются специальные файлы, в которых сохраняется вариант вашей текстуры, сделанный в разных разрешениях, чтобы вы могли уже без дополнительных операций, без дополнительных просчета получать ваше изображение чуть быстрее, нежели при классическом рендеринге. Если посмотреть внимательно, то рядом с нашей стандартной текстурой, каждый раз, когда она с вами будет использоваться в первый раз, у вас будет возникать еще и текстура с шеем TX, которая как раз и будет содержать в себе всю информацию о том, как Арнольду нужно будет на с вами текстуру прочесть. Это будет тратиться намного меньше ресурс в рендеринге этого материала, и все будет получаться на с вами быстрее. То есть в плане оптимизации у Арнольда все достаточно хорошо. Правда, при этом самые TX файлы будут получаться чуть большего размера, но тем не менее по времени рендеринге в итоге все будет у нас с вами существенно ускоряться и существенно быстрее. И в итоге какое-то такое подобное изображение у нас с вами будет интересно выходить. То есть вся идея заключается в том, что мы с вами не делаем никаких лишних телодвижений, настраиваем никакие лишние алгоритмы. Мы с вами сделали наше фонное освещение, загрузили в нее обычную идеальную картинку. Мы с вами взяли обычную текстуру, применили ее в качестве текстуры на наш материал. У нас с вами получается изображение сразу с минимальными настройками. Ну, приходится чуточку подождать, пока он нас с вами посчитает на с вами оно все. Но в итоге все достаточно неплохо у нас с вами получается. Ну, как и в других рендерах, наши источники света типа от подобного SkyDome или какое-нибудь физическое фонное небо достаточно успешно можно будет использовать и в сценах интерьера. Достаточно простенькая сцена с интерьером у нас с вами получается. Также можно будет в ней поставить наш SkyDome. Также можно будет загрузить ту же самую фоновую картинку. Ну, и если мы с вами посмотрим, что у нас в итоге будет выходить. Да, только каменную возьмем. Такое будет у нас с вами получаться. Но, как правило, в интерьерных сценах одного нашего фонного освещения будет не хватать. Не хватает. Сейчас поставлю еще объект на стол, чтобы было понятнее. Поэтому в нашем распоряжении, как в том же самом интерьере, еще одна лампочка замечательная, работающая с подобными глобальными вариантами освещения, которая называется Light Portal. Лампочка, которая позволяет перенаправить свет из нашего фонного освещения внутрь нашей комнаты. Как в том же самом интерьере, ставится эта лампочка за пределы вашего окошка. Стрелка направляется внутрь вашего окна. Ну, и в итоге, когда у нас с вами все тоже будет просчитываться, характер освещения будет такой более правильно с вами получиться. Можно будет, конечно, уже у нашего SkyDome галочку Normalize убрать. Можно будет у нас с вами и из позиции сделать чуть побольше, чтобы уже у нас с вами все, а жизнерадость не получилась. Только без фанатизма. Какое-то такое освещение с светом, падающим из окна, у нас с вами уже будет получаться. И все это у нас с вами происходит, обращаю внимание, без каких-либо настроек со стороны R0. То есть те параметры, которые у нас с вами стоят в опциях рендера, у нас они могут использоваться как такие значения по умолчанию, ну, типа наш Interlasing троечка, и Diffuse можно будет поставить тоже тройку. И уже будут получаться очень неплохие варианты нашего освещения. Но только, конечно, в случае с нашим интерьером можно будет добавить еще какую-нибудь лампу. Типа внутреннее освещение, какой-нибудь Area. Тормозим, тормозим, не хватает памяти. Та же самая история. ставится лампочка, поднимаясь на нужную высоту, настраиваясь параметры лампы, достаточно просто галку нормалайс убрать, чтобы уже получалось более-менее адекватное. И еще какое-то там освещение внутри нашего помещения. Ну и только чуть-чуть подождать, пока все это с вами просчитается. И в итоге будет выходить крайне неплохо выглядящая картинка. Есть у Арнольда еще один проблемный момент, касающийся анимации. Если нужно будет нас с вами просчитать итоговую анимацию, получить какую-то последовательность наших кадров, то классический способ просчета анимации, который в том же самом литер-рай активно использовался, бетч-рендер, пакетный просчет анимации нашей сцены, к сожалению, в стандартной поставке майска использоваться не может. Если вы пытаетесь обычным бетч-рендером отрелить вашу картинку, она вас отрендерит, все будет тактично получаться, но у вас будет возникать на итоговом изображении полупрозрачной буковки Арнольд, то есть, соответственно, картинка будет такая, не совсем правильно получаться. Чтобы мы с вами могли считать свет в анимации с помощью пакетного рендеринга майска, или если вы пользуетесь какими-то скриптами в командной строке, задавая свойства нашего рендеринга, вам для этого нужно будет ввести дополнительную лицензию на сайте компании-производителя. Лицензия не то, чтобы дорогая, если приобретать годовую подписку, обойдется в 50 долларов в месяц эта подписка, и, соответственно, тогда уже можно будет классическим бетч-рендером рендерить, все замечательно будет получаться. Но это, на самом деле, сейчас не очень большая проблема, потому что все равно, как правило, если вы работаете в одиночку, создаете какую-то анимационную сцену, будете отдавать, скорее всего, на рендеринг, все это на какую-то рендер-ферму, например. Ну, и к тому же, если вдруг в дальнейшем на сайте нужно будет посчитать нашу анимацию, всегда в настройках нашей визуализации можно будет воспользоваться командой, которая называется render sequence. Она также на сайте сможет посчитать последовательность изображения, сделать какой-то просчет анимационный. Но, правда, в отличие от бетч-рендера, она будет работать в мае напрямую, то есть не получится, как в случае с бетч-рендером, запустить его в фоновом режиме, трендер, а самим продолжит работать с нашей сценой. Майя будет занята, это сам просчет, но, тем менее, тоже все, в принципе, будет нормально получаться. То есть, несмотря на то, что такой классический и всем привычный вариант рендера стандартной поставки мая не будет доступен, тем не менее, при желании, все равно можно будет с помощью аннули почитать анимацию, пускай менее удобно. В этом плане тоже все хорошо будет получаться. Ну вот, пока мы с вами разговариваем, все посчиталось. Как видите, все достаточно чисто. Но если чуть-чуть побольше поставить значение diffuse-фост нашего рендера, еще можно будет вот эту вот нашу крапинку, остающуюся на рендере, убрать. Все получается крайне неплохо. Подводя итог ко всему сказанному за эти 45 минут, касаемо нашего рендера, можно сказать, что, в принципе, рендер получился крайне достойным. Ну, по крайней мере, если говорить именно про майю. Самый главный плюс – это то, что вы не мучаетесь с настройкой разнообразных алгоритмов оптимизации просчета вашего освещения. Сцена ваша считается правильной с точки зрения физики, рендер достоверный. Вы просто ставите лампочки, настраиваете яркость лампочек, размещаете их в нужные места, делаете материалы, настраиваете свойства ваших материалов и нажимаете на кнопку визуализации. У вас сразу будет получаться очень симпатичная, очень правильная картинка с минимальными настройками с вашей стороны. Да, приходится иногда подождать. Да, рендер у нас с вами, это рендер, который работает с процессором. Он не умеет читать видеокарточек, но тем не менее. Все тоже достаточно быстро получает за счет того, что и алгоритмы рендера очень правильно оптимизированы, и работа с текстурами на самом деле получаются правильно оптимизированы. Поэтому я думаю, что интерьерные и стрельные сцены с помощью Арнольда будет также замечательно читать, как это делали до этого с тем самым Ментал Рейм. Так что рендер крайне достойный. И в принципе, я думаю, что это очень удачная замена достаточно древнему Ментал Рейм. Ну и как раз на нашей третьей части курса по мае, которая есть в нашем учебном центре, как раз я думаю, что уже на следующей неделе программа поменяется. Вместо Ментал Рейм там появится уже Арнольд. Третий час курса у нас с вами по мае будет идти уже для Арнольда. Так что если вдруг заинтересуется ваш этот рендер, захотите узнать совсем всякие разные хитрости, интересы, касающиеся визуализации с помощью этого рендера, приходите научиться. Думаю, что много чего забавного и интересного сможете узнать.